Здарова народ! Это долгожданный обзор волейбольных кроссовок от компании Nike, созданных на основе гиперданков 2017 года. Поехали! Речь конечно же пойдет о хайперсетах, или как их многие называют, гиперсеты. В размере 8,5 US они весят 360 грамм. И это очень комфортный вес, учитывая то, что дают вам эти кроссовки. Они идут размер в размер и дают очень плотную посадку, особенно при использовании толстых баскетбольных носков. Благодаря вот этому треугольному люверсу вы имеете хорошую вариативность шнуровки. И в зависимости от анатомии вашей стопы, вы сможете подобрать удобный для себя вариант. Для меня самым удобным тренировочным вариантом оказалась шнуровка на одной из трех отверстий. При более интенсивных нагрузках я бы конечно фиксировал стопу на все три петли. В таком случае комплектного шнурка хватает, но остается его совсем мало. И при высоком подъеме стопы его может и не хватить. На кроссовках присутствует липучка, прошитая с внешней стороны кроссовка под подошву и застегивающаяся на внутренней стороне кроссовка в области пятки. Благодаря ей вы получаете возможность зафиксировать вашу стопу более плотно. А также она защитит вашу ногу от скручивания при резких боковых торможениях. Вся верхняя часть кроссовка, кроме носовой области, наполнена набивочным материалом. И по славной традиции в данных кроссовках, как и в большинстве волейбольных моделей, отсутствует жесткий пяточный стакан. В роли каркаса жесткости здесь выступает свушь, который берет свое начало еще на липучке. При желании всю пяточную область вы можете без проблем загнуть во внутреннюю часть кроссовка. Что, например, невозможно было сделать в 17-х гиперданках. Это обусловлено тем, что данные кроссовки рассчитаны на легких и средних игроков. В данный момент со мной на волейбольных тренировках занимаются два человека в хайперсетах. При весе более 90 кг и росте одного из них 190, а второго 200 см данными кроссовками они более чем довольны. Так как волейбол является менее контактным и более прямолинейным видом спорта, чем баскетбол, то данное решение является более чем обоснованным. Именно поэтому большинство волейбольных кроссовок имеет минимальный вес, и в них, как правило, отсутствуют какие-либо каркасы жесткости. Это и не хорошо, и не плохо, это факт. И это главная причина, по которой баскетбольные кроссовки используются в волейболе, а волейбольные кроссовки в баскетболе нет. Ну а теперь поговорим о сцеплении. По славной традиции 17-х гиперданков оно здесь очень хорошее. Даже если вы занимаетесь в пыльных залах, проблем со сцеплением у вас возникнуть не должно. Единственное, необходимо понимать, что пыль в любом случае будет забиваться в подошве данного кроссовка, и время от времени вам необходимо будет его протирать. Если же вы занимаетесь в настолько пыльных залах, что без проблем на полу можете оставлять тайные послания, то вполне возможно, что на таком покрытии вы будете сталкиваться с проскальзыванием. Поэтому могу сказать так, кроссовки отлично справляются со своей задачей, и от меня 10 из 10 за сцепление. Ну а теперь поговорим об амортизации. В этих кроссовках, как и в 17-х гиперданках, используется пена Nike React. Как мне показалось, данная пена немного отличается от той, которая стояла в гиперданках 2017 года. К сожалению, в интернете я не смог найти достоверную информацию, это абсолютно та же самая технология, которая использовалась, или все-таки она немного доработанная. Возможно, здесь сказывается то, что за последние 4 года я перепробовал очень большое количество кроссовок, и само собой, у меня уже воспоминания о 17-х гиперданках немного размазались. Просто в моей памяти амортизация 17-х гиперданков была настолько хорошей, что в принципе на тот момент ничего аналогичного я не встречал. Но на самом деле, к тому моменту я не пробовал ни буст, ни зум. Поэтому могу сказать так, амортизация в данных кроссовках очень хорошая. И срок службы пены Nike React будет зависеть от того, как часто вы будете тренироваться и какой ваш вес. То есть для волейболистов средней весовой и прыжковой категории я без проблем могу советовать данные кроссовки. Но если вы гонитесь за безупречной амортизацией, и у вас есть проблемы с коленями, то советую рассмотреть какие-то другие кроссовки. Отдельное спасибо белорусскому магазину Sport Store за предоставленные кроссовки на обзор. А для вас, мои зрители, по промокоду Flyman при заказе будет бесплатная доставка на эти и другие кроссовки по России, Белоруссии и Казахстану. Ссылочки на их сайт и инстаграм вы найдете в описании. Теперь немного поговорим об износе устойчивости. Все места частого контакта с ногами других игроков защищены специальными вставками. Единственные вопросы здесь могут появиться только к средним трем петлям. Как показывает практика, если кто-то из людей уже на подобном обжигался, то он обращает больше внимания на подобные детали. Больше всего претензий к подобным петлям я слышал от баскетболистов, от того, что они перетираются. Все-таки давайте не забывать, что волейбол менее контактный вид спорта и абсолютно все кроссовки, которые у меня были в жизни с подобными петлями, до сих пор живы. Ни на гиперданках 2017 года, ни на альфа-данках нет ни одного намека на то, что данные петли хотя бы начинают надрываться. Поэтому, как я уже говорил, срок эксплуатации зависит от того, кто и где будет ими пользоваться. Лично от меня 10 из 10 за износа устойчивость. Еще к плюсам хочу отнести наличие двух петель на язычке и пяточной области кроссовка, благодаря чему кроссовки надеваются очень легко. От меня отдельный респект инженерам данной модели, так как в этих кроссовках наконец-то стельку можно полноценно извлечь из этого кроссовка. Она вклеена изначально, но вы без проблем можете ее оттуда оторвать и никаких следов от стельки не останется. Этот момент я упомянул к тому, что в 17 гиперданках стельку оторвать было просто невозможно. И даже после того, как в гиперданках я решил оторвать стельку, очень большая часть пенного материала от нее осталась внутри кроссовка. И из-за этого данные кроссовки более были непригодны для использования. Вообще, в принципе, Nike уже давно придерживается данной политики и в большинстве их кроссовок стельки всегда вклеены. Просто проблема в том, что раньше в кроссовках использовались пенные стельки, которые было невозможно оторвать без последствий. Сейчас же в новых кроссовках стельки идут из более плотного материала и при необходимости их оторвать вы сможете это сделать без последствий. Если вы задаетесь вопросом, для чего они вклеивают стельки, это для того, чтобы они не ездили внутри вашего кроссовка при больших нагрузках. На личном примере я уже не раз сталкивался с тем, что после того, как стелька отклеивается от кроссовка, она внутри начинает ездить. Конечно, в мире очень большое количество примеров кроссовок, где стельки не вклеены и при этом они очень хорошо фиксируются внутри кроссовка, но Nike почему-то делает до сих пор так. Плюсы разобрали, теперь давайте поговорим о недостатках. Первое, с чем вы можете столкнуться в данных кроссовках, это натирание липучки с внутренней стороны. А особенно сильно это ощущается при резких боковых остановках. Посмотрев в интернете обзор на данные кроссовки от зарубежных блогеров, я увидел, что они столкнулись с той же ситуацией. Решением данной проблемы является наличие толстых баскетбольных или волейбольных носков, или же опускание липучки чуть ниже. Лично я особо не пользовался липучкой по прямому назначению, так как мне достаточно было той фиксации стопы, которую может создать сам кроссовок за счет шнуровки. Даже могу сказать так, в этих кроссовках настолько плотная фиксация стопы, что я без проблем могу убрать из них шнурки и отбегать полноценную тренировку. Да, это будет небезопасно, но это возможно сделать в данных кроссовках. Поэтому то, как сильно вам будет мешать данная липучка во время игры, зависит от вашей анатомии и стиля игры. Второй момент это то, что кроссовки рассчитаны на узкую стопу. Если вы ранее не сталкивались с проблемой подбора кроссовок, как и я, то без проблем можете заказывать их без примерки. Если же вам далеко не все кроссовки подходят в силу анатомии стопы, то советую перед покупкой их примерить. Ну и третий момент это вот эти вот средние петли, вшитые напрямую в подошву. В большинстве кроссовок данные петли обычно вшиты либо во внешнюю часть кроссовка, либо широкими лентами под подошву. Здесь же они идут тонким шнурком от петли до подошвы и при плотной шнуровке это ощущается внутри кроссовка. Ну и подводя итог, хотелось бы сказать, что данные кроссовки определенно найдут своего покупателя. Но покупать их в память о 17 гиперданках определенно не стоит. Это все же другие кроссовки. Если мы сейчас перейдем с вами на официальный сайт Nike, то данные кроссовки позиционируются как женские кроссовки. И я вам даже больше скажу, абсолютно все волейбольные кроссовки Nike позиционируются как женские кроссовки. На российских же интернет ресурсах вы не найдете никакой информации о том, что данные кроссовки являются женскими. Абсолютно во всех российских магазинах они позиционируются как мужские кроссовки. Да и в принципе это не важно, просто интересное наблюдение от меня. Если вы рассматривали данные кроссовки для покупки, я однозначно могу их советовать, просто учитывайте все те моменты, которые я рассказал ранее в этом обзоре. Ну и как всегда по традиции, надеюсь данное видео было для вас полезным, если это действительно так, то не забудь поставить ему лайк и написать в комментариях на какие кроссовки ты хочешь увидеть обзор от меня. С вами был Егор Купынин, всем удачи, пока!